Защищает Михаила Ефремова. Нишу нельзя сажать в тюрьму. Направить Ефремова в ссылку, да? Выселение за пределы Москвы. Это исчадие ада. Даже поганый родственник не должна открывать. Жириновский требует отправить Ефремова в ссылку. Заявление сделала Ксения Собчак. И Алексей Панин после недели запоя говорит, что нельзя трогать коллегу по цеху. Самое острое, невероятное заявление давайте вместе обсудим в этом видео. Мишу нельзя сажать в тюрьму. Российский актер Алексей Панин, на котором многого можно начитаться в интернете, защищает Михаила Ефремова. Да, Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным. Слово «наверное» скорее всего ключевое. И Алексей Панин сомневается, то есть должен был трезвым садиться за руль, либо же нет Михаила Ефремова. Опять-таки Алексей Панин пояснил, почему он к нам спиной. Почему я сижу спиной? Потому что выпивал я неделю, выпивал я неделю. Очень резко Алексей Панин отозвался про Алену Водонаеву. Никакие безболы типа Алена Водонаева, даже поганая родцева не должна открывать. Я же напомню, Алена Водонаева, телеведущая, она же экс-участница проекта «Дом-2». Как бы люди к этой программе не относились, но сказала очень толковую вещь. Считает, что Михаила Ефремова надо наказать. Люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, просто исчадье ада. Также, знаете, что очень удивляет, Алексей Панин сказал, что если коллега попадет за решетку, он готов мотать сурок вместе с ним. И признался, что сам был за рулем в нетрезвом виде, не отдавал себе отчеты. При этом, как бы там ни было, но Панин считает, что Ефремов не по своей вине совершил ДТП. Высказывается по поводу Ефремовой ситуации. Да, Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным. Мишу нельзя сажать в тюрьму. И никакие пи*** на болоте, типа Алена Водонаева, даже поганый род сегодня должна открывать. Фу, как противно от новости про Ефремова. Михаил Ефремов сейчас на домашнем аресте. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, считает, что это неверно, потому что он может, не дай бог, что-то с собой сделать. Да, и вот что Владимир Вольфович говорит по этому поводу. Если ему дать домашний арест, он сбежит за границу, друзья помогут. Или же напьется дома, там, да из окна выпадет. То есть, опять-таки, как видим, Владимир Вольфович, за то, чтобы направить Ефремова в ссылку, да, то есть подальше от дома, и, как он выразился, хотя бы 100 километров от дома. И должно касаться не только Ефремова, но и всех других, кто попадет в такую ситуацию, и кто лишит жизни другого человека. Выселение за пределы Москвы. Это самое страшное наказание. 100 километров от Москвы поселять их, таких, в зоне, откуда он не может выходить, и это будет самое отличное наказание. Не уголовное, а вот выставка. Очень резко высказался про Ефремова, а также Владимира Соловьева, он же ведущий политической программы на канале России, да, некоторые писали, мол, собственно, не любил Ефремова Путина, да, были у него какие-то небольшие проблемы по этому поводу, да, и тут-то вот, как пишут в интернете, сейчас пропаганда будет по полной его мочить, но грамотно отметили в комментариях, что не важно, политика, да, не важна абсолютно, когда действительно ты совершил нарушение и пьяным сел за руль. Вот вы все ночью провели к актеру Мишку Ефремову, какой великий. Вы что, с дуба рухнули? И, кстати, только что прочитал, оказывается, адвокат Киркорова будет защищать интересы семьи, которая пострадала от ДТП, потеряла вот этого человека. И Александр Добровинский, вот есть этот адвокат, за это денег не просит. А раньше он защищал интересы многих звезд российской астрады. Если на глазах у всей страны человек, который виновен в гибели другого, вдруг практически не будет наказан, это вызовет взрыв возмущения. Мишку нельзя сажать в тюрьму. Ну а сейчас давайте прочитаем, что же говорит Ксения Собчак по этому поводу. Написала она у себя в Инстаграме «Шлю лучи поддержки Михаила Ефремова». Всегда с удовольствием принимала его приглашение поучаствовать в «Гражданине поэт» и ценила его как актера яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания. Я думаю, что он сам сейчас сидит под обломками своей жизни и понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность, талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове, дело в нас, в абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Мишку Ефремову какой великий. Выселение за пределы Москвы. Мишу нельзя сажать в тюрьму. Друзья, то есть, как видим, Владимир Вольфович намерен направить Ефремова вот куда-то в ссылку. Обязательно напишите вашу позицию. Как вы считаете, нормально это, либо же нет, да? Напомню, что вдова на программе, пусть говорят, все-таки требует наказания, да? Но именно не ссылки, а конкретного срока. Грозит Ефремову до 12 лет. И вот вдова хочет, чтобы он отсидел хотя бы половину от этого срока. Что касается Алексея Панина, действительно, человек просто взрывает интернет и своими новостями. А что только о нем не писали, что и с собаками там был у него роман некий, да? И там в чулках ходил. Но, знаете, человек, он, собственно, как и Ефремов, на слуху, да? Есть масса достойных фильмов и с Паниным, да? И с Ефремовым. Но, как видим, это не говорит о том, что в дальнейшем не будет вот таких ситуаций и такого результата. Вот, в частности, на мой взгляд, нет никакого оправдания Ефремову за то, что он совершил. Потому что, каким бы актером он не был, на дороге он должен стваться человеком и уважать других. Напишите обязательно вашу позицию в комментарии. Как вы считаете, каким должно быть наказание Михаила Ефремова? И что думать по поводу высказывания российских звезд? Оцените это видео. Если еще не подписаны, можете подписаться на канал. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok